Кирилл Политов Кирилл Политов Что мне делать Вот эти 300 километров Люди спят Люди болтают По 35-му разу рассказывают Мои жизненные истории пассажирам Которые едут с тобой Я мне жалко Этого времени потрачено впустую Мне хочется выступить Для них свидетелем того, что я вижу Я вижу эту красоту У меня есть желание ей поделиться Чего я, если я ее вижу и воспринимаю такими глазами, что, мне жалко, что ли? Мне тут же отправлю это в сеть, пускай смотрят, пускай любуются. Ведь многие люди, вот сейчас, там, это перископ, да, приложение. Я однажды провел эксперимент, я во время мюзикла нашего, там, в сценах, где я был не занят, прошелся по закуткам театра, начиная от оркестровой ямы, где играют дирижеры. Я совершенно был сражен тем количеством просмотров. Люди хотят, людям интересно это за кулисы. Ну, им интересно, как устроен театр, потому что, когда артисты сидят в мебельных интерьерах и изображают из себя голливудских богачей, это одно. А когда мы видим эту кухню, это совершенно другое. Мы видим, как нельзя громко говорить за кулисами, как работает дирижер, как он вот краткий пот вынимает, как он успевает делать замечания, как у кого как тут вышел микрофон из строя. Ну, это же интересно, это как устроена эта кухня. Точно так же устроена кухня моя дорожная. Но я делюсь этим в социальных сетях, ну, пусть бросит камень, кому-то не нравится. А вот эти остановки в Сростках, в Верховском, это порыв души, или это все-таки запланированного? Нет, ну как, проезжая с Ростки не остановиться, что тут с порывом-то делать? Можно и без громких слов обойтись. Но Верховское можно было, по-моему, с Горналтайской проехать, тем не менее вы заехали. Ну, во-первых, там покоится прах друга моего. Но мы же дружили все-таки, и это же нечестно даже перед собой, перед своей совестью не остановиться, если есть такая возможность. А порыв души – это для мемуаров. Ну, не порыв души, а должен был там остановиться, и я остановился. Но многие говорят о селе Алтая. Вы ощущаете вот эту силу Алтая? Говорят, приезжают на Алтай перезарядить батарейки. Есть у вас такое, нет? Ну, я батарейки-то свои, но они у меня еще не иссякли. Ну, я не очень люблю эти мистические разговоры, но, конечно, природа лечит. Почему нет? Ну, если есть возможность отдохнуть, конечно, меня лечит сон, например. Вот здесь он крепкий, несмотря на разницу во времени. В Белокурихе сегодня заснул без задних ног. Ничуть не меньше, чем социальным сетям вы уделяете спорту. И вот буквально пользователи как-то подшутили над вами, сравнили вас с Терминатором. Вам такое сравнение польстило или разозлило наоборот? Нет, злиться на социальные сети, все равно что на вашу брату. Но вы видели эти мемы? Журналисты. Ну, каждый свою функцию выполнил. Я видел, конечно. Понимаете, если ты выходишь в публичное пространство, в броне с этой самой, с забралом уже, или ты принимаешь эту данность, в которой ты обсуждаем и обшучиваем, то принимай ее. Конечно, меня что-то может задевать, что-то меня может ранить там. Ну, выросло же поколение, которым я вообще до фени. Я им сдался, как не знаю кто. Я дядя из прошлого века. Но это же надо принимать. Ну, точно так же я воспринимал пыльных этих вот артистов из маминой биографии. Ничего там нет такого страшного. Ну, сколько-то же я отслужил. А вот вы нашли спорт или все-таки спорт нашел у вас какой-то? Ну, это фраза там. Знаете, как это такой был у нас искусствовед Эфрос Абрамман говорил, когда за красотой силогизма это теряется пустота высказывания. Мы нашли друг друга. Я не уверен, что то, чем я занимаюсь спортом, называется. Это физкультура. Но для меня это способ поддержать себя в форме. Я считаю, что я все правильно делаю. Потому что, когда глядя на ровесников, которым 60, мне иногда хочется расплакаться. А я себе это не позволяю, потому что это мои сверстники. Но, конечно, физкультура держит тебя в форме. Ну, недавно вы отпраздновали юбилей, 60 лет. А в детстве мечтали быть популярным, прославиться на всю страну. Это вот так написали в интернете. У меня не было такого желания. Я хотел... Вы понимаете, что такое прославиться? Жить с мечтой, только прославиться, это дурацкая мечта. Ну, так можно прославиться, взять и там, как гирострат, что-нибудь сжечь. Или там, не знаю, попасть под лошадь, как у Чехова. Но мечтать, тем не менее... Я хотел быть артистом. Но сама эта профессия предполагает, что, ну, если ты чего-то там у тебя получается в профессии, то тебя уже узнают люди. Но вот, как написали на одном из ресурсов, он родился и тут же захотел прославиться, это никакого отношения к действительности не имеет. О чем мечтаете? Сейчас я мечтаю, чтобы у меня работа не пропала. Не в смысле, чтобы я... Вдруг мне сказали, там, перестанешь ездить, потому что спроса на тебя нет. А работа не пропала, чтобы я, ну, что-то еще поделал. Я понимаю, что мне отпущено уж не так уж много, как там в начале пути. Я хочу что-то поиграть, я хочу что-то еще кого-то сыграть, что-то разучить, что-то... Ну, пока я еще не чувствую, что мне надо уже к следующему юбилею готовиться. Ну что ж, спасибо, Ефима. Я напоминаю, это была программа «Наше время». Сегодня мы вели беседу с актером театра кино и эстрады Ефимом Шифриным. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»